В эти чудесные времена мы могли себе позволить в музыкальном плане достаточно много. Однажды мы собрали всех свердловских музыкантов, кого смогли. У Ильи Кормильцева была четырехдорожечная порта-студия, и вот на ней все писали. А когда дошло дело до песни «Белая ворона», Дима Умецкий из Наутилос-Пампилю сказал, что он сыграет на бас-гитаре, а Слава Бутусов, он сидел на кресле в углу, он не мог ни на чем играть, он сказал, я буду петь бэк-вокал. Партия его была не очень сложной, но очень чувственной. Специалисты называли период группы «Пост-бит-недопанк». «Пост-бит-недопанк» Твой отец-приемщик, стекло-посуды, твоя мать-уборщик, совпаса руси. Он сын твоего отца, но тебе не брат, дура, ты решила жить с ними по совести. Абсолютно точно Питер «Белая ворона». Тебя они опять пригласили на флэп, неужто на этом сихнулся весь свет. Все трое захотели остаться с тобой, ты послала их, но убежала домой. По-моему, я услышал трибуны. Они красивые парни, мужчины, что нам-то на родорке деревом марают бумагу их подруги. Суки все лезут в артисты, запишись, и назло на курсе драктористок. «Белая ворона» Слово слушает все бытие в Москве и Би-Би-Си. Они знают все, о чем не спроси. Тебе противно то, о чем они говорят. Приходи ко мне ночь и будешь слушать маяк Белая ворона Вообще первый хихот, наверное, брат Твой отец приемщик стеклопособы Твоя мать уборщица В посольстве он сын твоего отца Но тебе не брат Дура, ты решила жить с ними по совести Белая ворона, еще босс, белая ворона, белая ворона. Олег Долой говорит по-французски. Олег Долой говорит по-французски. Олег Долой говорит по-французски. Олег Долой говорит по-французски.